Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. О слове. Язык, слово, речь свойственны из смертных только человеку. Обладая даром речи, Адам пророчески назвал животных. В вересском языке приблизительно соответствует русскому. Вор О-Бей. Вор Она Ворона. И дал имя жене Ева Зоя Жизнь. Через 1656 лет после сотворения Адама пришел потоп на землю. А через 721 год после потопа при строительстве Вавилонской башни появились новые языки на речи. Считается, что неприкосновенным языком, языком Адама остался только один язык. Язык Авраама, Моисея, пророков, Христа. Зная, что от сотворения Адама до Рождества Христова 5508 лет. А от Рождества Христова нынешний год легко подсчитать, сколько лет русскому и иным языкам. Книга Бытие показывает живую речь Бога с Адамом в раю. Адама с дьяволом и Бога с дьяволом. И снова Бог говорит с Адамом на том же понятном для Адама языке, хотя этот язык был, как утверждают приверженцы церковно-славянского языка, осквернен сатаной, то есть вульгаризирован гулаговскими блатными выражениями на 70%. Бог везде и всегда говорил к каждому народу на его родном языке, чтобы слушающий мог понимать его. Критяне и аравитяне слышали их языками, говорящими о великих делах Божьих. Деяние 2.11 «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» Евангелие от Матфея 28.19 «Сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» Марка 16.15 «И наделил апостолов знанием того языка, куда направлял их». «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками» Послание Коринфянам 14.18 «Апостолы не изобретали эсперанто, староиндийский, древнегреческий, древнееврейский богослужебные языки, но говорили ясно, понятно. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли» Деяние 22.2 «Отчего и слушали внимательно, и обращались ко Христу, меняя свою жизнь, рождаясь свыше от Духа Божия, от понятного Слова Божия и от воды крещения». И на том же родном языке велась везде и служба в храмах, на разговорном, живом, а не на мертвом, церковно-греческом, церковно-эфиопском. Иоанн Златоуст написал литургию на родном, живом языке греков и проповедовал, держа перед собой сразу четыре перевода с еврейского на греческий. Семидесяти – Септуагинта, Феодотиона, Акиллы, Симмаха, не давая предпочтения ни одному переводу, но дополняя один другим, расширяя многозначность. Стефан Пермский изучил языки зырян-пермяков и на их языке донес им весть о воскресшем. Митрополит Иннокентий Вениаминов переводил Евангелие на языки народов Севера и на их языке вел и богослужения, указывая им путь в Царство Небесное. Архиепископ Николай Японский Касаткин на японском, Макарий Глухарев на эротском языке горноалтайцев. «А если было иначе, то все миссионеры были бы отвергнуты, как чужестранцы. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец и говорящий для меня чужестранец» – 1 Калифином 14.11. «Они говорили бы на ветер». «Так, если и вы языком произносите невразумлительные слова, то как узнают, что вы говорите?» «Вы будете говорить на ветер» – 1 Калифином 14.9. «Ни в проповеди, ни в богослужении не должно быть ни одного непонятного слова без его смыслового значения. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. То есть каждое слово имеет смысловую нагрузку для того, кто слушает его, чьих ушей достигло. «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но напаяют землю и делают ее способной рождать и произвращать, чтобы она дала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Пророк Исайя 55.10.11. «У несчастного русского народа для православных все еще богослужение ведется на мертвом, на котором никто в мире не разговаривает как нация, церковно-славянском языке. Для них здесь каждое слово пророка Исайи в обличении, «А непонимаемое слово не приносит плода, но все камень непроходимый в уши». «Стану молиться духом, стану молиться умом» 1 Коринфянам 14.15. «Умом молится только тот, кто понимает значение произносимых слов. В церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму» 10 тысяч слов на незнакомом языке. 1 Коринфянам 14.19. «Кто этого не понимает, а ведет служение на незнакомом языке, тот по уму младенец, играет незнакомыми словами, утешается певучестью, сакральностью, не может понять такой простой истины, что нигде в мире ни один правитель-военачальник не отдает приказы-указы на незнакомом для людей языке». Также пишут указатели на дорогах. «Бог не есть Бог не устройство» 1 Коринфянам 14.33. «Он послал в мир Сына Своего Христа Иисуса, чтобы примирил нас с Богом». Иоанн Златоуст рад был первому выпуску миссионеров на кельтском языке. «Почти две тысячи лет трубы Духа Святого, Христовые благовестники несут весть о Искупителе, заместителе за наши грехи, всему миру». «Как несчастен тот народ, кому придет книга, которую никто не может прочесть!» Это достойно многих слез». Откровение 5 глава. На незанятое место в сердце пришли понятные брошюрки лысого пигмея. И достаточным оказалось две речи с броневика, чтобы те, кто ходил в церковь всю жизнь, но кто ничего из Евангелия не знал, а только крышку целовал у благой вести, устремились за этим разбойников, забыв и Бога, и церковь, и патриарха, и царя. И опустили монастыри, и рухнули твердыни тысячелетия. Строили внешне узоры из кирпичей, зодчество, похвальбы, ненужным трудом без единого гвоздя гордились. Но стоило пообещать царство земное, и повернули к тому, кто наполнил сердца православных яростью, к купчине, толстопузому, к попу. Некрасов, Н.А. И не хотят найти причину, почему же именно в России произошла эта катастрофа на такой огромной территории. Евреи ли только виноваты? Разве они купола рушили, взрывали храм и жгли сокровища веков? Народ был слеп. Панцирь непонятности остался и поныне. Слепой ведет слепого к новой яме и ужасу, и петле. Ужас и яма, опустошение и разорение – доля наша. Потоки вод изливает око мое, а гибелит щери народа моего. Плач Еремии 3.47 Хотя бы ввели чтение в церкви Евангелия, апостола, паримии, псалтири по-русски, если уж так боятся хранителям рака дать народу служение на родном языке. Говорят, что разговорный язык русский ныне язык жаргона, язык блатной улицы, а Библия, где переведена святыми мужами, Кириллом и Мефодием, а на русский язык простые люди переводили. Нужно, говорят батюшки, с академическим образованием не быть ленивым и выучить язык богослужебный и будешь понимать. Но ведь все это уже было под солнцем. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Экклесиаст 11.9 Было время, когда епископы в Германии твердо соблюдали правила, что проповедовать и вести богослужение можно только на тех трех языках, на которых была надпись на кресте Христа. На еврейском, на римском и на греческом. Но было время и такое, когда перевод святого Иеронима Стридонского, вульгата, теперь общепринятый у католиков, был встречен в штыки. Церковники считали кощунством святой Евангелия Всесвятого Бога переводить на язык, понятный тем людям, к кому была эта весть. В этой области сделать Слово Божие доступным для масс народа язычники иногда были более разумными, чем священники. Когда главный библиотекарь царя Птоломея Филадельфа II Египетского Дмитрий Фаларей на основе поста и молитвы всего Израиля с участием 72 переводчиков по 6 от каждого из 12 колен сделал доступной Божию мудрость Слово Господа для всей Вселенной и для нас, переводя с еврейского на общий доступный язык того времени греческий. То, что он сделал для нас, православных, перевод Библии на церковно-славянский был сделан именно с этого перевода 70 толковников. Хотя то, что сегодня называют Кирилловым переводом, есть в действительности десятки раз правленный русифицированный перевод с Кириллова. Приверженцы тайны языка непонятности богослужений, хотя и не могут перевести ни одной страницы с церковно-славянского, даже много раз слышанное, но привыкли слушать мелодичное, приятное в Псалтире. А понятное готовы сжечь, люто презирают и ненавидят перевод на русском и всегда ссылаются на то, что Кирилл и Мефодий были святые, а перевод Библии на русский язык делали простые, грешные, неканонизированные люди. Но любому, даже и не специалисту, ясно, что перевод на родной язык сделать легче, нежели на чужой язык. Кириллу и Мефодию славянский язык был неродной. На русский же язык перевод делали четыре духовных академии, русские, под строжайшим контролем синода правительствующего и митрополита Филарета. Святыми же признают и канонизируют люди и только после смерти. Сколько было святых среди переводчиков на русский язык синодального перевода 1876 года знает только Бог. Любая канонизация это обратная сторона заповеди. Не судите никак прежде времени, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Ибо иначе как Богу судить мир? Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Римлянам 2.16 3.6 1 Коринфянам 4.5 Канонизация любая, кроме мучеников за Христа, есть претензия на восхищение суда Божия. И если на суде Христа Бога нашего будет две стороны Матфея 25 глава, то почему же стали только одну сторону прежде времени определять, кто будет справа? Католики канонизируют своих, старообрядцы своих, и друг у друга их святых никто не признает. Значит, в действительности никто и не видел этих святых на небе, никому Бог прежде суда своего и не открыл того, а остальное просто от тщеславия и предвосхищения суда Божия. Христос говорил с иудейским народом на их родном разговорном языке. У православных старообрядцев в храмах Слово Божие под четырьмя панцирями замками. Первый. Читают в самой отдаленной части храма вдали от народа. Второй. Речитативом, нараспев, пение же даже знакомого текста непонятно. Третий. На непонятном, мертвом, церковно-славянском языке. Четвертое. Спиной к народу. Все, что только можно было сделать, чтобы сделать пришедших неверующими, чтобы Слово Божие не проникло в сердца их, превратить хлеб в камень непонятности, сделали все. Так легко прийти к мысли, да сам ли смертный человек так все измыслил, чтобы самую радостную весть скрыть под такую броню от грешников, ради которых и пришел избавитель на землю. Современные книжники, фарисеи, лицемеры, под страхом херема, анафемы, церковного отлучения, блюдут тьму невежества. Им выгодно питаться грехами народа, чтобы никто не проник в их кастовую тайну, в учение, и тогда они легко выдают себя за охранителей и блюстителей тайны спасения. И к ним, и только к ним одним и будут всегда обращаться с вопросами в поисках пути спасения. Авторитет личности оракула. Это и есть тот базис, на котором воссядет всемирный антихрист. Авторитет самости. Из Жития Святого Кирилла и Мефодия память 11 мая страница 362 Кирилл персидское имя солнце через них для нас воистину воссияло солнце правды солнца любви всесвятой троицы. Цитата Пойду к славянам если только они имеют буквы на своем языке. Без азбуки без записи это все равно что записывать беседу на воде. Так ответил Константин Кирилл философ царю Михаилу 862 год. И вот как отреагировали на святую русскую пятидесятницу на перевод Кирилла для славянских народов епископы страница 366 первая строка сверху читаем немецкие и латинские священники и монахи накинулись на Константина как вороны на сокола. Сторонники трехязыковой ереси. Он же отвечал им «Как же вы не стыдитесь думать, что кроме трех языков все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими? Восклицайте Господу вся земля торжествуйте веселитесь и пойте Псалом 97 4 Вся земля да поклонится тебе и поет тебе да поет имени твоему вышней Псалом 65 4 116 1 156 А тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими Ивангелие 1 12 Не о них же только молю но и о верующих в меня по слову их Иоанна 17 20 21 И приблизившись Иисус сказал им дана мне всякая власть на небе и на земле Итак идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа уча их соблюдать все что я повелел вам и все я с вами во все дни до скончания века Аминь Евангелие от Матфея 28 глава с 18 по 20 стихи И сказал им Идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари Кто будет веровать и креститься спасен будет А кто не будет веровать осужден будет У веровавших же будут сопровождать сии знамения Именем моим будут изгонять бесов Будут говорить новыми языками Евангелие Евангелие от Марка 16 глава 15 по 17 стихи Горе вам книжники фарисеи лицемеры что затворяете царство небесное человеком ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете Евангелие от Матфея 23 13 Желаю чтобы вы все говорили языками но лучше чтобы вы пророчествовали ибо пророчествующий превосходнее того кто говорит языками разве он притом будет и изъяснять чтобы церковь получила назидание 1 коринфянам 14 5 и всякий язык исповедал что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца Филиппийцам 2 11 эти места писания привел Кирилл а те кто радует за непонятный язык ни тогда ни ныне ни одного места из Библии не могут привести в защиту своего еретического заблуждения теперь уже четырех языковой ереси страница 369 умирая Кирилл воздвиг руки к Богу и так со слезами молился погуби трех языковую ересь и возрасти в множестве свою церковь почил 14 февраля 869 года Папа Андриан говорил в послании к славянскому князю с Мефодием идущим туда цитата он он может переводить священные книги на ваш язык и по ним совершать святую службу литургию и крещение и весь чин церковный чтобы вы удобнее могли познать заповеди Божии то пусть будет сие дело свято и благословенно Богом и кто будет хулить книги вашего языка тот пусть будет отлучен и представлен на суд церкви и до тех пор не получит прощения пока не исправится ибо это волки а не овцы и должно узнавать их по плодам и остерегаться их и позже эти изверги епископы заключили святого Мефодия в тюрьму на два с половиной года умер 6 апреля 885 год 16 лет трудясь без Кирилла 5 слов на русском языке лучше чем тьма чтения на церковно-славянском непонятном как пишет Милош кратко кратахфил что когда Ян Гус перевел Библию на чешский язык то через 75 лет проезжавший там кардинал сказал что средняя чешская женщина знает священное писание лучше чем средний итальянский священник так и с русским народом что средний сектант знает Библию ее содержание намного лучше чем православные батюшки семинаристы не говоря о массе неверующих слепотствующих в невежестве прихожан Василий Великий 1 января Паисий Великий 19 июля просили Бога дать им разуметь сирский язык для беседы всего с одним собеседником и получили этот дар здесь же для миллионной паствы русской мужи веры потрудились и перевели с еврейского оригинала Ветхий Завет из греческого Новый Завет в 1876 году при активной помощи четырех духовных академий России и митрополита Филарета и этот перевод с пренебесным звучанием изданный уже по благословению патриархии и митрополита за рубежом все еще не разрешается для чтения в церкви кому это выгодно вера от слышания Слова Божия Римлянам 10.10 не от непонятных слов душа познает волю Творца известен случай частный когда 22 января Анастасий Персиянин обратившись в христианство не хотел даже и разговаривать на своем родном языке Иоанн русский память 4 октября пошел в плен к татарам и познал их язык и потом на их языке много пользы принес прежним учителям апостол Матфей память 16 ноября проповедь Евангелия и книги и богослужения проводил в земле людоедов на их родном языке и нигде ни один миссионер не переводил на древне родной их язык но переводил только на разговорный понятный чем же мы хуже их что остались без служения на родном языке людоеды счастливее нас когда дух святой в огненных языках как и на апостолов сошел память святого 24 мая на Симеона Дивногорца тогда под ударами молото слова рушились скалы языческих твердынь когда-то церковно-славянский язык тоже был великим и могучим живым для живущих но народ в языке Пушкина в языке нового перевода Библии ушел вперед а язык остался один вдали Климент Архицкий получил запрет от Папы Стефана Шестого проповедовать на славянском языке точно так и нынче запрещают в храме читать Евангелие на русском языке а славянского языка никто не знает даже академисты не могут перевести на русский язык даже псалтирное чтение согласно 1 коринфянам 14 главы где нет толкователя нужно молчать или ждать переводчика кто из прихожан знает значение слов истреблен будет народ мой за недостаток ведения так как ты отверг ведение то и я отвергну тебя от священодействия предо мною и как ты забыл закон бога твоего то и я забуду детей твоих прок осия 4 6 всюду для русских как при данииле мэне мэне тэкэл упсарин взвешено наше хождение в храм и найдено очень легким иоанн златоуст говорит что если ничему не научился в храме то напрасно и дворы топтал кто напоит народ а того не знали они что иосиф понимает ибо между ними был переводчик бытие 42 23 если бы сейчас служба пошла на родном русском языке в храмах для много лет ходящих был бы шок когда поняли бы что делали всю жизнь не понимая слышанного что случилось с братьями иосифа когда вдруг он заговорил с ними на их родном языке они и каялись и плакали и ужасались а все ветхозаветное было для нас прообразом а это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое как они были походливы все это происходило с ними как образы а описано в наставлении нам достигшим последних веков 1 коринфянам 10 6 11 4 книги царств 22 главе описано как совершенно случайно случайно в храме под деньгами нашли заваленную книгу закона и когда прочитали ее служители царь то с ужасом посмотрели друг на друга а какая же тогда у нас вера была до сего часа куда мы шли кому служили и там ведь куда-то пастыри вели своих баранов и козлов которые не понимают то и службы и прицепляются на слова слава господи помилуй но когда царь услышал впервые вероятно хотя всю жизнь ходил в храм слова из книги закона второзаконие то разодрал одежды свои потому что велик гнев господень на нас за то что не слушали отцы наши слов из книги сей чтобы поступать согласно с предписанным нам неудивительно что самим хранителем тайн принесения жертв и богослужения Христос сказал ваш отец дьявол почему вы не понимаете речи моей евангелия то она восьмая глава о если бы наш русский народ нашел для себя уже переведенное слово божие до 1917 года состояние священства архиереев было такое что они противились канонизации Серафима Саровского в России же когда профессор протоиерей Павский перевел для студентов духовной академии почти за 30 лет ветхий завет чтобы в академии могли понимать смысл писания и студенты налитографировали 500 экземпляров и о том узнало церковное начальство то все экземпляры были изъяты и сожжены и на профессора пришла беда смотри страница 161 Библия Гетце с великим могучим русским языком оказались самыми несчастными в мире без языками не случайно Афанасий Великий говорит что сколько пользы может принести церкви святая ненаученная простота то столько же и вреда не умея по ненаученности встать на защиту истины пред еретиками и это опять же про нас безгласных рабах и рыбах православных Христос пришел для всего земного шара Третья Ездры 11.32 Исаии 40.22 Иова 26.17 Согласно житий святых первому веку было посвящено 74 жития Второй век 56 Третий 169 Четвертый 301 Пятый 89 Шестой 65 Седьмой 35 8 41 Девятый 69 Десятый 312 11 11.30 12.33 13.20 14.28 15.36 16.35 17.30 18.15 19 век 9 житий Итого 1165 житий и все спасались благодаря благой вести на родном их языке пришел к своим и свои не приняли его Евангелие Таана 111 111 Не рыбаки кочегары сторожа плотники распяли Христа а первосвященники тогдашние патриархи папы епископы пресфитеры папы диаконы и родоначальники всех ересей в церкви Христовой и трехязыковой и четырехязыковой ереси опять же были именно священнослужители пресфитер Арий архимандрит Евтихий патриарх Несторий и каждый вел куда-то свою паству скрывая истину отгородились толстыми дубовыми иконостасами и не знают не видят во тьме ходят что случилось от чего церковь и мир ничем не отличаются друг от друга патриарх Никон говорил я окоростовал и вы вместе со мной окоростовали за мое небрежение миллионы погибших душ возопьют с жалобой ко Господу сидящему на белом престоле что священники скрыли от них благую весть потому они и погибли мы лишь жалкая пародия на первых христиан карикатура а священники не служители слова а треба исполнителей по потребе мира для которых крещение мочение лбов венчание лишь еще одно шоу мирская забава посмотрите и ужаснитесь иова 21 5 так сумели замуровать живое евангелие что для священников табакуры пьяницы уголовные преступники все это готовые христиане без изменения их жизни просто хорошие мужики иов 28 21 правды твоей не скрывал в сердце моем возвещал верность твою и спасение твое не утаивал милости твоей и истины твоей пред собранием великим псалом 39 11 странник я на земле не скрывай от меня заповеди твоих 118 псалом 19 стих бог запрещает скрывать единую букву йоту а здесь скрыли библию отняли любящего и любимого бога отца учителя священники и пророки спотыкаются от крепких напитков побеждены вином обезумели от секеры в видении ошибаются в суждении спотыкаются играют в казачество в монархию в демократию все столы наполнены отвратительной болевотиной нет чистого места исаи 28 7 11 нет языка и нет наречия где не слышался бы голос их псалом 18 4 как же мы слышим каждое собственное наречие в котором родились деяния 2 8 и в дни Артаксеркса писали Бишлам Мифредат Табеэл и прочие товарищи их к Артаксерксу царю персидскому письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке 1 ездры 4 7 и послал во все области царя письма писанные в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его чтобы всякий муж был господином в доме своем и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его эсфир 1 22 богослужение идет на непонятном языке цитата стрекочут монахини как сороки и потому суть не молятся а скачут языком борзясь яка козлища по стремнинам святой григорий чудотворец слово божие это весть письмо бога цитата ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься но к дому израилеву прок языки 3 5 даниила 6 28 уверовавших же будут сопровождать сии знамения именем моим будут изгонять бесов будут говорить новыми языками марка 16 17 и слышать надобно ее на родном языке все мы упали на землю и я услышал голос говоривший мне на еврейском языке савл савл что ты гонишь меня трудно тебе идти против рожна деяние 26 14 ибо написано живу я говорит господь предо мною преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать бога римлянам 14 11 и увидел я другого ангела летящего посредине неба который имел вечное евангелие чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу откровение 14 6 языческие цари посылают свои приказы и указы народом на их родном языке и бог разговаривает савлом на его родном языке хотя апостол павел знал больше всех языков но если бог автор всех языков говорит нам на нашем родном языке кто же те люди которые принуждают всех людей в молитвах говорить богу на непонятном для них языке тягучие сонными голосами и ангел несет благую весть на родном для слушателей языке всем племенам если бы обучение православных храмах было на великом русском языке то с каким ужасом посмотрели бы они на всю свою жизнь и на священников скрывших от них ниже следующей истины не отразившиеся на их жизни в крещении таинства доступны одним чистым максим исповедник для тех чья жизнь после принятия таинства остается такой же как и до принятия таинства чья душа не свергла себя страстных нечистот говорит Григорий Низкий брат Василия Великого врождаемом немало не оказывается дара святого духа ибо Христос соединивший собою с Богом человека соединяет только то что достойно соединиться с Богом и для таковых даже полное погружение в воде ничего не дает но вы не по плоти живете а по духу если только дух Божий живет вас если же кто духа Христова не имеет тот и не его римлянам 8 9 Святая Пелагия память 8 октября страница 152 3 абзац снизу цитата епископ но он сказал правила церковные повелевают не крестить блудников без поручителя из опасения чтобы они не вернулись снова к той же блудной жизни о поручителях сын мой если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого ты опутал себя словами уст твоих пойман словами уст твоих сделай же сын мой вот что и избавь себя так как ты попался в руки ближнего твоего пойди поди к ногам и умоляй ближнего твоего не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим спасайся как серна из руки и как птица из руки птицелова возьми платье его так как он поручился за чужого и за стороннего возьми от него залог притчи 6 1 5 20 16 заступись поручись сам за меня пред собою иначе кто поручится за меня иов 17 3 не забывая благодеяний поручителя ибо он дал душу свою за тебя Сирахова 29 18 не забывая благодеяния поручителя Сирахов 8 16 не поручайся сверх силы твоей а если поручишься заботься как обязанный заплатить добрый человек поручится за ближнего а потерявший стыд оставит его Сирахова 29 17 кто из клира даст себя порукою за кого либо да будет извержен апостольское правило 20 святой севастьян 18 декабря страница 491 после всего иерей спросил крещаемого хроматия отрекаешься ли от всех грехов твоих он же сказал иерею а всем нужно было вначале спросить меня я облекусь снова в моей одежде и не приму святого крещения до тех пор пока не отрекусь от грехов моих примирюсь с тем с кем имел вражду и возлюблю тех на кого гневался кто же на меня гневается у тех попрошу прощения должникам моим прощу все мои долги если же сам я у кого взял что-либо силой тому возвращу сугубо после смерти моей жены я имел двух наложниц их отдам замуж наградив брачными дарами освобожу рабов и рабынь устрою по воле бога все мои служебные домашние дела и тогда скажу с дерзновением отрекаюсь от всех грехов моих и приму святое крещение святым угодны были сии слова хроматия и крещение было отложено до того времени когда он исполнил все обещанное им и взяла она из одеж твоих и сделала себе разноцветные высоты и блудодействовала на них как никогда не случится и не будет при начале всякой дороги устроила себе возвышение позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои иеремия 3 6 9 языки 16 16 25 прелюбодеи и прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога итак кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу иакова 4 4 измена богу есть прелюбодеяние ибо христос есть жених души без оглашения длительного неприготовленный не должен допускаться к окрещению кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего тот истребится из народа своего никто посторонний не должен есть святыни поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни левит 22 10 посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу господню недостойно виновен будет против тела и крови господней да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей ибо кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле господнем оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает ибо если бы мы судили сами себя то не были бы судимы 1 коринфянам 11 27 31 и когда надобно переносить скинию пусть поднимают ее левиты и когда надобно остановиться скинии пусть ставят ее левиты а если приступит кто посторонний предан будет смерти числа 1 51 18 7 из посторонних никто не смел приступать и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это деяние 5 13 не преклоняйтесь по чужое ермо с неверными ибо какое общение праведности с беззаконием что общего у света с тьмою какое согласие между христом и велиаром или какое соучастие верного с неверным 2 коринфянам 6 14 верные и неверные отделяются как свет от тьмы бытие 1 4 не поступайте по обычаям народа который я прогоняю от вас ибо они все это делали и я вознегодовал на них левит 20 24 нееме 9 2 19 28 псалом 44 20 псалом 44 и 29 разуду раздувальный мех обгорел свинец истлел от огня плавильщик плавил напрасно ибо злые не отделились и риме 6 29 44 20 матфей 13 49 иуда 19 и потому выйдите из среды их и отделитесь говорит господь и не прикасайтесь к нечистому и я приму вас второе коринфянам 6 17 отделитесь и не прикасайтесь к нечистому а здесь крестят табакуров матершинников проклят злословище осаймать уголовников тех кто и не подумал отстать от демонов от заразы греховной идите идите выходите оттуда не касайтесь нечистого выходите из среды его очистите себя носящие сосуды господни прок исайя 52 11 откровение 18 4 если кто в стадии оглашенного согрешит отлучается от крещения еще на три года цитата оглашенный входящий в церковь и стоящий в чине оглашенных обличен быв во грехе если сопричислен был преклоняющим колено да низведется в разряд слушающих писания пристав от греха если же и пребывая между слушающими согрешит да изгонится из церкви правило пятое неокисарийского собора относительно оглашенных и отпадших угодно святому и великому собору чтобы они три года только были между слушающими писания а потом молились соглашенными первый вселенский собор четырнадцатое правило крещаемым должно изучать веру и в пятый день седмицы давать ответ епископу или присвятерам ладыкийский собор сорок шестое правило если же некие будучи оглашенными подвергнутые отлучению в наказание за грехопадение потом приближаются к смерти то докрещаются и да не отходят от жизни сей без причастия благодати то есть без приобщения святых тайн ибо кажется и сие согласно суставами церкви кирилла пятое правило а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов матфея 8 12 кто не прибудет во мне и извернется вон как ветвь и засохнет а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают иоанна 15 6 внешних же судит бог и так извергните развращенного из среды вас 1 корифянам 5 13 если же не послушает их скажи церкви а если и церкви не послушает то да будет он тебе как язычник и мытарь матфея 18 17 умоляю вас братья остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению которому вы научились и уклоняйтесь от них римлянам 16 17 если же кто не послушает слово нашего всем посланий того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним чтобы устыдить его 2 фессалоникийцам 3 14 есть вещи крайне нужны говорит святитель феофан затворник о переводе службы на русский язык разумею новый упрощенный и уясненный перевод церковных богослужебных книг наши церковные песнопения все назидательны глубокомысленны и возвышены в них вся наука богословская и все нравоучение христианское и все утешения и все устрашения внимающий им может обойтись без всяких труды других учительных христианских книг а между тем большая часть из этих песнопений совсем непонятны а это лишает церковные книги плода который они могли бы производить и не дает им послужить тем целям для коих они назначены и имеются ныне завтра надо бно же к всему приступить если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда который от этого происходит журнал душеполезное чтение 1896 год номер 10 страница 462 и вся служба уже переведена на великорусский язык и служили по тем книгам да снова под спут уложили как в Израиле на дне денежного ящика и завалили мамоной горе вам что затворяете царство небесное человеком Матфея 23 13 это сказано архиереям которые и сами не учат народ спасительному пути и священников не заставляют это делать сказано священникам которые оставляют народ небрежений не заботясь объяснить им что нужно для спасения души от этого народ пребывает в слепоте одна часть остается в уверенности что идет правильно а другая хотя и замечает что у нее не так идет дело но не идет куда следует потому что не знает как и куда идти от этого разные нелепые понятия в народе от этого легко находят доступ к нему и всякое злое учение священник обычно думает что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда когда это зло разрастается и выходит наружу но тогда уж ничего не поделаешь священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых в познании христианской веры а юное поколение готовить с первых сознательных лет объясняя им то что им нужно и можно знать когда и как будет удобнее феофан затворник и заметив прихожанах самое малое движение вперед пробуждение стараются заглушить это главная задача чтобы кто худо не сказал о них священниках ревниво блюдут кастовую чистоту ложью пугая словом не осуждайте осуждать выносить окончательный судейский приговор по смерти нельзя а не то что нельзя рассуждать называть вещи своими именами но сыновья его не ходили путями его а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно 1 царств 8 3 подлинно ли правду говорите вы судьи и справедливо судите сыны человеческие псалом 57 2 страхом господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела исайя 11 3 зачем же вы и по самим себе не судите чему быть должно лука 12 57 душевный человек не принимает того что от духа божия потому что он почитает это безумием и не может разуметь потому что а 7 надо бы судить и духовно для меня очень мало значит как судите обо мне вы или как судят другие люди я и сам не сужу о себе 1 коринфянам 2 15 4 3 суди о ближнем по себе и о всяком действии рассуждай серахова 31 17 суждение неправое запрещено цитата благоразумный служитель не будет не родив к своему делу и боящийся господа не соблазнит братья своих эфрем сирин если случись такое зашел бы апостол павел в православный или старообряческий храм то осмотрев и выслушав все не сказал ли бы он а какой веры эти люди настолько абсолютно все ныне не похоже на первоапостольское служение в седьмой вечерней молитве иоанна златоуста на четвертый час молимся господи избавь меня от всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия у нас русских эта молитва наиболее указывает на то что мы имеем от непонятного мертвого церковно славянского языка полное неведение содержания церковных песнопений псалтирного и апостольского чтения по риме необходимо простым дать смышленность юноше знания и рассудительность притчи 1.4 и понятая часто превратно из-за схожести звучания слов но несущих иную смысловую нагрузку а потому и мгновенное забвение слышанного младушно боимся прочитать все указанное на родном языке живая вода не растворена пониманием и верою не может смягчить окамененного в грехах сердца смысл этой молитвы можно понять так господи избавь меня от непонятных слов в храме отчего происходит неведение и далее по тексту молитвы что мешает в церкви быть понятному языку говорят это будет раскол с нас и одного Никонова хватит ненужная реформа при царе Алексея разделила Русь прозападный масонский поток затопил Русь когда злословят путь Господень апостол Павел смело отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана Деяния 19.9 какой соблазн и для кого не побоялись на соблазн народа сотрудничать с органами КГБ получать награды от КПСС развозить заразу коммунизма по всему миру погрязнуть в симонии довести до полного обмерщения церкви церковь ни Бога не убоялись ни людей не устыдились а прочитать Псалтирь Евангелие послания на понятном наречии соблазн раскол о лицемерие выньте прежде бревно из церкви мертвый язык до воскресниц мысл закованный в броню непонятности и тогда увидите что и намека нет на сучок лукавой причины противления родному живому разговорному языку ни в одной церкви в мире нет столько почитаемых юродивых почему может от сходства их языка с так же непонятным богослужебным а это так импонирует близко как матери дитя почему в Греции совершенно не отмечают события покрова в основании чего лишь видение юродивого Андрея а в России сотни храмов покрова и празднование более торжественное чем двунадесятые средине преображения безбожный мир и не думающий о покаянии заполнил заполонил храмы и все греховно преступно живущие люди православную церковь считают своей нашей когда же станет богослужение понятным воссияет свет в разуме и заря охватит края земли и стряхнет с нее нечестивых иова 38 13 непонятный язык это служение в потьмах и кривое не может сделаться прямым и потому нет духовного рождения и чего нет того нельзя считать экклесиаст 1.15 в день когда русский человек услышит богослужение на родном русском языке сбудется пророчество о нем в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых Исайя 29.18 и кончится литургическо-литургический сон столетий из материала Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 года Четвертая Определение А2.1 Введение Священного Синода наблюдение за исправлением и переводом текста богослужебных книг и содобрение Церковного Собора благословения на печатание Доклад о церковно-богослужебном языке принят решением Собора Первое Славянский язык основной язык нашего богослужения Второе В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общерусского языка для богослужения Четвертое Частичное применение общерусского языка в богослужении Чтение Слова Божьего Отдельные песнопения молитвы Замена отдельных слов и речений и тому подобное для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью желательно в настоящее время Пятое Заявление какого-либо прихода о желании служить богослужения на общерусском языке в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрении перевода церковной властью Восьмое Высшее церковное управление неотлагательно должно озаботиться изданием богослужебных книг на параллельных славянском и общерусском языках Многократно и многие ссылались на постановление номер 362 от 7 по новому стилю 20 ноября 1920 года патриарха Тихона об автономном самоуправлении епархии и нигде не опубликовали решение целого собора с участием святого патриарха Тихона не единоличное постановление номер 362 смотри выше о русском языке поистине но умы их ослеплены ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета потому что оно снимается Христом до ныне когда они читают Моисея покрывало лежит на сердце их но когда обращаются к Господу тогда это покрывало снимается Господь есть Дух а где Дух Господень там свобода мы же все открытым лицом как в зеркале взирая на славу Господню преображаемся в тот же образ от славы в славу как от Господня Духа 2 Коринфянам 3 14 18 умы священников и мирян ослеплены непонятностью отжившего ставшего анарханизмом церковно славянского языка и до ныне то самое покрывало непонятного языка остается не снятым при богослужении ибо оно снимается Христом до ныне покрывало лежит на сердце их христом христом Продолжение следует...